Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. К Лизе Полыгаловой на проект пришли два новых участника. Полыгалова пишет, два мальчика и оба ко мне. Я решила никого не обманывать и сказала им о том, что они меня не заинтересовали. Их отправили домой, а я как прежде одна. К Лизе на остров рвется еще один участник Сергей Захарьяш. Он пытается ей за всех сил доказать, что знает ее и хочет к ней прилететь. Веселит Лизу видеороликами. Ольга Рапунцель сделала свидание для Димы Дмитренко. Прогулку на лошадях по берегу океана. Костя Иванов призывает своих подписчиков отдать за него и за Сашу Гозиас голоса в конкурсе «Свадьба на миллион». Была небольшая техническая заминка в ТНТ-клаб из-за всех этих уходов в пар. Сейчас машину, которая подсчитывает голоса, привели в чувство. И промежуточные результаты таковы. Саша и Костя находятся на втором месте. За них отдано почти 28% голосов. На женском голосовании проект покинула Алена Творогова. Вот некоторые комментарии зрителей по этому поводу. Нормальная вроде внешне. Наверное, отказалась мозги силиконить. Натуральная, не глупая, не кукушка. Таких на Доме-2 не держат. Новенькая Вика Комиссарова рассказала о своих отношениях с Димой Лукиным. У нас с ним был договорняк по поводу Маши Кахно. Он попросил меня помочь вернуть её. Теперь меня постоянно подтягивают в эти отношения. Хочу всем пояснить, меня Дима не интересует как мужчина. Третий сезон шоу «Дом-2. Остров любви» всё-таки состоится. Надя Ермакова уже ищет будущих участников. Сегодня средства массовой информации рассказали о причине изгнания с проекта Глеба Жемчукова. Продюсер Алексей Михайловский уличил Жемчукова в употреблении на проекте наркотических веществ. Глеб был неоднократно предупреждён о запрете употребления наркотиков. Но когда Глеб попался в третий раз, его вынудили сдать анализы, результаты которых показали наличие в моче амфетамина. И после этого сотрудничество с ним было прекращено. Глеб Жемчуков прокомментировал эту статью. «Это ложь и провокация», – сказал он. «Я не сдавал никакие анализы и тем более ничего не принимал. За периметр меня не выставляли. С руководством проекта у меня прекрасные отношения». Элла Трегубенко опубликовала снимки с последней фотосессии. «Теперь можно смело в актрисы», – пишет она. Настя Лисова начала Новый год с изменений в себе. Она сменила цвет волос. Аккаунт Вики Романец в Инстаграм переехал на страницу Антона Гусева. Романец говорит, что это временно, только на 7 дней. Антона внимательные читатели поймали на вранье. Уже около года он предлагает услуги своей фирмы по ремонту и строительству. Но недавно дизайнер написала комментарий в его микроблоге, что Антон выложил фото её проекта как своего. «Вот этот комментарий, какое отношение вы имеете к этому проекту? Вы уверены в своих словах, когда говорите, что это ваш проект?» У Алексея Самсонова был день рождения. Он пишет в своём блоге. «Вчера пришёл домой в час ночи, а жена мне приготовила очень много подарков и сюрпризов». Дорогая, спасибо за приятный вечер и вкусный стол. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.